Гибель рыбы подтвердилась. Сегодня чиновники озвучили результаты обследования русла реки Сары-Су вблизи же с Газганом. Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео о массовой гибели рыбы и сбросах яда химикатов в воду. Людмила Батюшкина продолжит. И рыбу руками собираем, карась, сазан, сколько вон рыбы, мелочи, вон везде ее валом. Это видео вызвало панику в социальных сетях. Автор одного из роликов за кадром говорил о сбросах кислоты в реку Сары-Су неким российско-белорусским заводом по производству золота и серебра. На следующий день в район Туи-Монакской плотины выехали специалисты департамента экологии и ветеринары, взяли пробы воды и мертвой рыбы. 40 километров реки нами было обследовано. Выше вот этой плотины ничего не обнаружено, никакой погибшей рыбы. То есть локально возле самого сброса обнаружена рыба 70 квадратных метров на этой территории первоначально. И потом уже ниже по течению от сброса, уже на протяжении 15 километров, погибшая рыба наблюдалась. В общей сложности погибло около 800 килограммов рыбы, пород сазан, карась, платва и щука. Результаты исследований ветеринары обещают через 5 дней, экологи через 20. Также пробы отправили в научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. Сейчас мы можем исключить только инфекционные болезни, инвазионные болезни и интоксикацию животных. Сильной интоксикации рыбы мы не выявили при патологическом антомическом вскрытии. Превышение предельно допустимых концентраций серной кислоты и нехватки кислорода в воде специалисты предварительно не нашли. Визуальный осмотр рыбы также им ничего не дал. Никаких заводов в радиусе 60 километров нет, заявили в полиции. Деятельность браконьеров также отвергли, но запретили водопой животных в окрестностях. Жителей, которые собрали тут рыбу, не нашли. В настоящее время возбуждено уголовное дело ООД Лолтавского района по факту нарушения правил охраны животного мира по ст. 338, ч. 1. Проводится доследственная проверка. На пресс-конференции присутствовали специалисты 8 госструктур, связанных с охраной природы. Но ни один из них не смог назвать хотя бы предположительную причину гибели рыбы. Ничего подобного ранее не наблюдалось, заявили они. Экологическая катастрофа происходит. Летом также в районе СРСУ наблюдали странное природное явление. Видео выложено также в интернет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.